Я просто умоляю, если вы делаете какой-то СААС-продукт или даже не СААС-продукт, делайте все как можно проще. Не надо вкладываться в разработку, сначала делайте продажи. Продукт на коленке в Excel, что хотите вообще. И потом уже слушать, как Гай Кавасаки говорит. Я сейчас читаю книжку «Революционный продукт». Гай Кавасаки лично подписал. Не надо что ли дотачивать до идеала, шиповать? Да, да, да. Постоянно перетряхивай. Будь дерьмовым, действительно, на старте не пользуйся, ты дерьмовый. Как только ты ее подтвердил, потом есть смысл, что-то разрабатываем. Ну вот, ребята, мы приехали в Лето Капитал. Сейчас пойдем общаться, обсуждать. Я говорю, скажите, что Илья надо в Весене купить литье, да, такое? Двадцать второе литье, нормально. Напишите там в комментах, мне кажется, вообще нормально будет. Донатить, конечно, на литье мы не будем. А то вы с ума уже сошли там от донатов. Ну все, ребята, пообщались мы. То, что пообщались, вы, конечно, не узнаете, но должно быть страшно кому-то. Так оно. Это офис-исед мы вообще в коридоре чуть покажем. Что, полетим туда? А что, проведи брейсет-эскурти? У вас, ты скажи, там фонд у вас, да, еще есть? Ну, здесь у нас фонд сидит наш. Сколько всего проинвестировали? Четырнадцать на данный момент. На самом деле в деньгах? Не-не-не, а в деньгах? А в деньгах не спрашивали. Окей, мы встречались просто полтора года назад. Мы с Максимом Георгием ездили с Мэйк Торнадо. И ты нам сказал, что нам нужно масштабируемое решение. И вот мы не те стартаперы, которые там вышли и сказали, что это какие-то странные ребята, денег не дали, а именно послушались твоего совета. Это все вот одно, да? Это все. Ну и здесь у нас одна из головных компаний. Нифига, у вас кухня есть, как у Ашманова. Здесь, собственно, всякие уголки, как должно быть, нормальные эти компании. Блин, это вообще олигархи, Илья. Ребята, вот понимаете, вот... Прикольно. Слушай, а у Айсета сейчас основной бизнес-то идет, да? Да. То есть антивирус. А насколько больше или меньше Касперского? Слушай, ну я тебе в цифрах это не скажу, знаю, с Гендиром с вами с вами разговаривают. Именно Айсета, я тут фондом занимаюсь, собственно, здесь. Значит, стабильное второе место, но по разным показателям, то есть что корпоратив, что частные пользователи. Но у нас много, больше 15 миллионов участников есть, так что... Круто. Бизнес. Слушай, а раньше же на Дербеневской, да, сидели? Да. Больше команды встали или почему переехали? Дешевле, удобнее. Ну, то есть Дербеневская... Мы тоже переехали, потому что дешевле. Ну и плюс от метро здесь, помнишь, типа метров 150, там помнишь было. Да. Это, я так понимаю, Люси, да, вот этот фильм, помнишь? Вот этот мегамозг, да? Это вирусы. Так, а что это такое? Ну, типа разные вирусы. А, вирусы, в смысле? Да, антивирусы. А, все, я понял. А это как бы есет, да, вокруг вот этот зелено-голубой? Ну, вот там тоже переговорка стоит. Прикольно. У вас много вирусов, я смотрю тут. Слушай, почему вообще вирусы люди делают, зачем? Ну, это антивирусные компании вирусы не делают, это все. Это мир, да? Все они, которые они делают. Ну, сейчас, я думаю, коммерческий, то есть уже давно идей нет. Сам когда-то был компьютерной безопасностью занимался, но это исключительно либо ради удовольствия когда-то делалось, либо там ощущение собственной силы. Сейчас все коммерческое шло, так что я думаю, вирусы это делают. Так, ну, привет, как Владимиру Бакутееву, что там еще? Ну, ты ее застанешь. Ты как бы перешил. Все, все, ребята, все, Владимир, вышли, Волокордин. Все нормально. Я даже не знаю, включать это или нет. Нет. Давайте, давайте. Ну вот, друзья, пообщались мы с фондом. Такое место тут. Назначили следующий шаг. Вот всегда, как Миша тоже говорит, назначайте следующий шаг. С подписчиком ВКонтакте, с другом, я не знаю, с фондом, с клиентом, с продавцом каким-то. Всегда назначайте следующий шаг. Что дальше? Не 10 шагов вперед, а следующий шаг. Тем самым вы цепочки никогда не будете терять. Это чтобы, как этот, засчитанное, раньше это самое пульт, когда купишь, вот он все время в пакетике здесь тоже, чтобы новый дом. Или на Ладе из Тольятти приедешь, съездишь с целлофанов тоже. Вот, давай. Я бы еще добавил, после встречи, парни, много чего обсуждали. Хочется сказать, что я просто умоляю, если вы делаете какой-то СААС-продукт или даже не СААС-продукт, делайте все как можно проще. Не надо вкладываться в разработку, сначала делайте продажи, продукт на коленке, в Excel, что хотите вообще. И потом уже слушать, как Гай Кавасаки говорит, я сейчас читаю книжку, революционный продукт, вам Гай Кавасаки лично подписал, что надо... Я не знаю, что я закончу, что я хотел сказать. Не надо что ли дотачивать до идеала, шарфовать? Да, 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 постоянно перетряхивай. Будь дерьмовым, действительно, на старте гипотезы, ты дерьмовый. Как только ты ее подтвердил, потом есть смысл, что-то разрабатываем. Просто вот 90% людей вокруг, реально предпринимателей, ты видишь, что вкладывается не туда, начинает масштабировать раньше, чем что-то тестировали. И уже и рассказывали на ИФБМ, и на стартинг-гариш, и ОАЯЗа, что не нужно этого делать. Нет, это постоянно продолжается. И вот перфекционизм в ненужном месте, он как раз не мешает, грубо говоря. То есть сначала тест, потом масштаб, а не наоборот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok